Ну, как мы уже сказали в начале программы, в Общественной Палате России появится рабочая группа по вопросам сдачи экзаменов ГИБДД. Почему в ней возникла необходимость и на что сможет повлиять? Узнаем прямо сейчас у председателя Общественной Наблюдательной Комиссии Петербурга, заместителя председателя Комиссии по безопасности и взаимодействия с УНК Общественной Палаты России Александр Холодов. Он сейчас на связи со нами. Александр Львович, здравствуйте. Расскажите, почему было принято решение создать рабочую группу? Уже есть жалобы или вы предвидите, что они могут появиться? Первая задача рабочей группы – проанализировать практику применения уже после новых правил, что происходит. Конечно, мы предполагаем, что всегда что-то новое вызывает и вопросы, и какие-то, может быть, жалобы, и все что угодно. Но самое главное – это, может быть, проработать следующие шаги, что можно улучшить для того, чтобы у нас на дороге попадали не какие-то недоученные полуфабрикаты, а реальные водители, которые были бы безопасны на дорогах. И поэтому хочется, в общем-то, промониторить все, что происходит, и совместно какое-то решение найти. Кто войдет в состав рабочей группы и будут ли представительства в регионах? Мы в данный момент направили предложение войти во все комиссии, которые есть у нас в общественной палате. Естественно, у нас такая структура палаты, что в нее входят представители от всех регионов. То есть, если кто-то изъявит желание в этой работе поучаствовать, кто-то считает себя специалистом в этом направлении, то у нас никаких ограничений нет. Мы готовы за разумное объединение всех здравых сил для того, чтобы совместно какие-то решения принимать. На что сможет повлиять рабочая группа? Например, пожаловался вам человек, организуйте проверку, или как будет выглядеть этот механизм? У нас нет задачи кого-то там выявлять какие-то нарушения или вскрывать какие-то нарывы в обществе, в данном случае, по крайней мере, в этой рабочей группе. Есть задача посмотреть, как происходят изменения и что можно еще улучшить. То есть, результатом хочется видеть какие-то дальнейшие, может быть, рекомендации по совершенствованию системы и приема экзаменов ГИБДД, и, главное, обучение. Потому что, в принципе, если хорошо будут учить кандидатов водителей автошколы, то не так важно, как принимают экзамен. То есть, это, в принципе, по аналогии как СИГЭ, когда специалисты говорили, что какая разница, какой экзамен, если в школе хорошо научили, то, соответственно, можно сдать и ЕГЭ, можно сдать и какой-то обычный экзамен, хоть тест, хоть что угодно. Если знания есть, то они будут показаны. То же самое и здесь. В принципе, не так, мне кажется, даже важно, как принимают экзамены, важно, как учат. Но здесь, к сожалению, все в одну кучу сплетается. И почему, в принципе, и рабочая группа была нужна? Да, потому что здесь, с одной стороны, мы все понимаем, когда говорим «автошкола», у нас у всех мысли на ГИБДД, но это ошибочные мысли, потому что у нас программа занимается Министерство образования. Из-за того, что у нас разные министерства, разные рабочие группы, даже нашей палаты, комиссии, получается, что для того, чтобы объединить все усилия, лучше создать вот такую рабочую группу, куда могли бы войти люди, которые понимают, разбираются что-то в образовании, те, которые, соответственно, разбираются в вопросах безопасности дорожного движения. Спасибо. На связи со студией был заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России.